Помолимся. Господи, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаем противосектантские чтения и тема о поклонении святым. Несомненно, что и Корнилий до принятия христианства не чужд был языческих воззрений на святых апостолов и воздал Петру божеское поклонение. Язычники имели представление и об ангелах и знали, что они духи и могущественнее человеков и что выше ангелов только Бог. И когда к Корнилию явился ангел и сказал, что есть такой Петр, который скажет слова, которыми вы можете спастись, то сотник вполне резонно мог и подумать. Если ангел сам не может сказать этих спасительных слов, а выше ангела только Бог, то значит у Кожевника сегодня в гостях сам Бог. Потому и воспринял его за Бога. Петр же обладал даром прозрения, зная про Ананию и тайное. Так что и здесь мог видеть, за кого его принял римлянин. И потому и направил этот божеский поклон по назначению к Богу, указав на ошибку Корнилию. Я не Бог, я тоже человек всего лишь такой же, как и ты. Такого поклонения апостол Петр, конечно, принять не мог. Иначе, чем же можно объяснить, что он говорит слова, которые в обыденных взаимоотношениях люди не произносят? Я тоже человек. Значит, Корнилий воспринял его не за человека. И Петр вносит разъяснение. Я тоже человек. И направляет данное поклонение к Богу. Богу поклонись. Вот, при таком понимании этих, на первый взгляд, противоречащих мест священного Писания, мы их примеряем между собою. Непоследовательность сектантов видна и при дальнейшем рассуждении. Они не отрицают молитвы друг за друга, просят молиться за них и отъезжающих от них, и даже своих друзей в Америке и Германии, тамошних основателей их сект. За них могут молиться баптисты, астронавты, находящиеся на Луне. Мы же верим, что со смертью человека он весь не умирает, но только переходит в другую часть церкви, торжествующую. И мы обращаемся за их помощью. Послание Якова 5.16 Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведного. Первое послание Фессалоникийцам 5.25 Братья, молитесь о нас. Римлянам 15.30 Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу. Сам Господь научает нас обращаться к молитвенному ходатайству святых. Книга Бытие, 20 глава, 6-7 стих И сказал ему Бог во сне. И я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои. Послание Иова, книга Иова, 42.8 Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне, не так верно, как раб мой Иов. Веру в плодотворность молитв святых, отошедших к Богу, исповедовала еще ветхозаветная церковь. Вторая книга Маковейская, 15 глава, с 12 по 14 стихи. Видение же его было такое. Он видел онью, бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, почтенного видом, кроткого нравом, приятного в речах, и с детства ревностно усвоивавшего все, что касалось добродетели. Видел, что он, простирая руки, молится за весь народ иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою, окруженный дивным и необычайным величием. И сказал онья, это братолюбец, который много молится о народе и святом городе Иеремия, пророк Божий. И новозаветная книга Откровения, 4 глава, 4 стих. И вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белой одежде и имели на головах свои золотые венцы. 5 глава, 8 стих. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. 6 глава, 9-10 стих. Когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коли, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Возможно ли допустить, что святые угодники Божии, проявляя деятельную любовь к людям при жизни на земле, непрестанно вознося за них молитвы к Богу, по смерти тела перестали бы ходатайствовать за людей? Разве может со смертью тела прекратиться любовь христианская? 1 Коринфянам 13,8. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Как же могут святые слышать наши молитвы, если они не всеведущие? Эти недоумения рассеиваются при свете Слова Божия. Если при жизни Бог наделяет святых некоторым даром прозрения, проникать в глубины человеческого сердца и в далекое будущее, так что они переносились через громадные расстояния, сидели с чувственными очами ангелов... Если при жизни Бог наделял святых некоторым даром прозрения проникать в глубины человеческого сердца и в далекое будущее, так что они переносились через громадные расстояния, видели чувственными очами ангелов, удостаивались созерцать самого Бога, быть восхищенными до третьего неба и слышать неизреченные глаголы, то почему же они должны быть лишены этих даров, когда уже вошли в непосредственную близость к Богу, их наделившему столь чудными дарами для служения ближним? Так, четвертое царство, 26-я глава... Сейчас откройте тут... Ну, это, да, видно ошибка, нет такой... Главы... Елисей обличил с доимства Геезия, узнал совет сирийского царя даже в спальной комнате. Четвертая царь, 6-я глава, с 8-го по 12-й стихи. И сказал человек Божий, где он упал? Он указал ему место, и отрубил он кусок дерева и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, возьми себе. Он протянул руку свою и взял его. Царь сирийский пошел войною на израильтяны, советовался со слугами своими, говоря, В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. Посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись проходить тем местом, ибо там сирияне залегли. Нина Юлиана, выключите микрофон, пожалуйста. Благодарю. Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, В таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан. И посылал человек Божий к царю израильскому сказать, берегись проходить все места, ибо там сирияне залегли. И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберег себя там не раз и не два. И встревожилось сердце царя сирийского по всему случаю, и призвал он рабов своих и сказал, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» Сказал один из слуг его, «Никто, господин мой, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Пророки знали тайные дела царей. 2 Парлипоменон, 21-12, с 12 по 15 стихи прочтем. «И пришло к нему письмо от Ильи пророка, в котором было сказано, так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями и Асафата, отца твоего, и путями Асы царя иудейского, а пошел путем царей израильских, и ввел в блужение иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахао, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, которые лучше тебя, ты умертвил. Зато вот Господь поразит поражением великим народ твой и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое от тебя же самого болезнью, сильную болезнью внутренностей твоих, до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день. Тайные согласования своих прихожан». Пророки знали. Итак, Деяния, 5 глава, с 3 по 9 стихи. «Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было, и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богом. Услышав сии слова, Анания пал без дыханин, и великий страх объял всех слышавших это. И встав юноши, приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, «Скажи мне, за столько ли продали вы землю?» Она сказала, «Да, за столько». Но Петр сказал ей, «Что это согласились вы искусить Духа Господня?» «Вот, входят в двери погребавшего мужа твоего и тебя вынесут». Тем более им открыто может быть много и даже больше теперешнего происшествия из этой жизни. Евангелие от Луки, 16 глава, 13 и 31 стихи. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Притча Лазаре убеждает, что и грешники знают, что делается на земле. «Ходотай по крови один Христос». 1 Тимофею 2,5. «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». 1 Иоанна 1,7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Но ходотаев по молитве много». 2 Кориффинам 1,11. «При сошествии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». «Ходотай – молитвенники перед Богом, прочие же ходотаи – суть спасителей через учение». 1 Тимофея 4,16. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь и слушающих тебя». 1 Кориффинам 9,22. «Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощный, для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Далее, есть хатата, есть еще наставники. Евреям 13,7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Дни Гаева, 33 глава, 23-24 стихи. «Если есть у него ангел, наставник один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление». «Моисей на горе был прообразом посредников на горе небесной». Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе». Розаконие 9, 25-29. «И повергшись пред Господом, умолял я сорок дней и сорок ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал, «Владыка Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукой и сильную. Вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака и Иакова, не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его. Да вы, живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали, Господь не мог вывести их в землю, которую... Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им. И ненавидя их, вывел Он их, чтобы умертвить их в пустыне. А они – Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из земли египетской, силою Твоею великою и мышцею Твоею высокую. Так, вопросы по прочитанному есть? Да, есть. Пожалуйста. Ну вот это, Сергей, вот это надо вернуться в начало. Там какие-то молитвы, если ваши молитвы на С, там, ну это, вот это слово, ну, наверное, по-старославянски, разобраться, какие молитвы. Можешь хотя бы сказать, где оно? Чуть-чуть вопрос задавайте. Вернуться в начале, в начале молитвы на С, ничего не пойму. Ну там сказано, ну там этот, есть ли ваши молитвы, и там, ну не помню это слово, забыл же это слово. Есть ли ваши молитвы, там, ну не помню. Ну когда вспомните, задавите вопрос, еще время-то отнимать. Да нет, ну я хотя бы тогда этот, где это, где вот это читали, хотя бы это. Ну вернуться, ну вот, вы видите экран? Да нет, я слепой. Вот. Ну что, заново будем читать, что ли? Да нет, нет, ну ладно, ну потом хоть сказать, где же я потом сам, просто найду, разберусь потом. Ну ладно-ка, давайте-то дальше. Давайте дальше. Я не пойму, о чем вы спрашиваете. Больше нет вопросов? Ни у кого. Давайте дальше. Вопросы к сектантам. Почему сектанты не прославляют апостолов, когда сам Христос дал им эту славу? Евангелие от Иоанна, 17 глава, 22 стих. И славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Римлянам 8,30. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Разве церковь не должна возвещать им хвалу? Сирахова, 44 глава, с 1 по 17 стихи. Величие высоты, дверь чистоты, вид неба в славном явлении. Солнце, когда оно является, возвещает о них превосходе. Чудо, чудное создание дела Всевышнего. В полдень свой оно иссушает землю, и перед жаром его кто устоит? Распаляют горн для работ плавильных. Но втрое сильнее солнце палит горы. Дыша пламенем огня и блестая лучами, оно ослепляет глаза. Велик Господь, который сотворил его, и по слову его, оно поспешно пробегает путь свой. И Луна всем в свое время служит указанием времен и знамением века. От Луны указание праздника, свет ее умаляется по достижении ею полноты. Месяц называется по имени ее, а она дивно возрастает в своем изменении. Это глава вышних строев. Она сияет на тверде небесной. Красота неба, слава звезд, блестящее украшение, владыка на высотах. По слову святого, звезды стоят по чину и не устают на страже своей. Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее. Прекрасна она в сиянии своем. Величественным кругом своим она обнимает небо. Руки Всевышнего распростерли ее. По велениям его скоро сыплется снег и быстро сверкают молнии суда его. Отверзаются сокровищницы и влетают из них облака, как птицы. Могуществом своим он укрепляет облака и разбиваются камни града. От взора его потрясаются горы и по изволению его веет южный ветер. 46 глава с 13 по 15 стихи. Червленым тканем искусной работы, многоценными камнями вырезанными, как на печати в золотой оправе гранильной работы, с вырезанными на память начертаниями имен по числу колен израилевых, накидали его золотой венец, знамение святыни, слава, достоинства, величественное украшение, дело искусства, вожделенное для глаз. Прежде него не могло, прежде него не было сего от века. Христос прославлял апостолов. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 8 по 11 стихи. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает. Слышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягутся в Рамом, Исаковом и Иаковом в Царстве Небесном. 16 глава 17 по 17 стихи. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. А сектанты считают это унизительным. Второе. Апостолы прославляли ветхозаветных праведников. А почему сектанты не хотят этого делать? Слание Якова 5 глава 10-11 стихи. В пример злострадания и долготерпения возьмите братья мои пророков, которые говорили именем Господнем. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Время 11-я глава. Третий вопрос. Верят ли сектанты, что люди часто не знают о чем молиться как должно? Римлянам 8-26 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем о чем молиться как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Верят ли сектанты, что у Бога все живы? Вангелие от Луки 20-я глава 38-й стих. Бог Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. Римлянам 14-я глава 7-го по 12-й стихи. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа, живем, умираем ли для Господа, умираем. Потому живем ли, умираем ли всегда Господни. Ибо Христос до того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано «Живу я, говорит Господь предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Нина, Юлиана, микрофон, выключите. Микрофон, выключите. Микрофон, выключите. Микрофон, А что ты осуждаешь брата твоего? Или ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас для себя даст отчет Богу. Пятый вопрос. «Как сектанты приступают к духам праведников, достигших совершенства?» Евреям, 12 глава, 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». 6 «Верят ли они, что святые равны ангелам?» Лука 20 36 «И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божии, будучи сынами воскресения». «Могут ли слышать и могут эти святые умершие слышать наши молитвы?» «Верят ли в это сектанты?» Лука 15 10 «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божих об одном грешнике кающемся». И Готови 12 глава 12 по 15 стихи «Когда молился ты, невестка твоя Сара, я возносил память молитвы нашей предсветого и когда ты хоронил мертвых, я также был с тобою, и когда ты не обленился встать и оставить обед свой, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою. И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сару. Я Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого». А беззаконников не слышит Господь 1 Петра 3.12 «Потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лице Господня против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Прок Исайя 1.25 «И обращу на тебя руку мою, и как щелочь очищу с тебя примесь и отделю от тебя все свинцовое». Книга Исход 32 глава 7 по 14 стихи «И сказал Господь Моисею «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал «Да не воспламеняется Господи гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой рукой крепкой, чтобы египтяне не говорили на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Абраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножай и умножу семя ваши, как звезды небесные. И всю землю сию, которую я сказал, дам, семени вашему и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. притчей книга 28 глава 9 стих Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Христианам 2.19 Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Слово Божие не может само себе противоречить, потому что автор всей Библии Бог. 2 Петра 1.21 Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. А у сектантов обычно один текст всегда противоречит другому тексту. Это от того, что они выхватывают из писания свои лакомые куски, то есть свои любимые тексты, снабжая их погибельным ядом своего лживого толкования, основываясь только на отдельных стихах выхваченных из текста толкуя их вопреки здравому смыслу. Но пророк говорит, что они писает 28 8-9 в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столпы наполнены, ибо все столы простите, наполнены отвратительною блевокиною, нет чистого места, а говорят, кого хочет он удивить веденью, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери. Бытие 23-12 Авраам преклонился пред народом земли той. 42-6 Иосиф Иосиф же был начальником земле той, он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. 43-26 Пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были на руках их, и поклонились ему до земли. Исход 18-7 Моисей вышел навстречу тестью своему и поклонился и целовал его. И после взаимного приветствия они вошли в шатер. Первый царь 20-41 Отрак пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился. И целовали они друг друга и плакали оба вместе, но Давид плакал более. 25-я глава 23-й 42-й стихи. Когда Вигея увидела Давида, то поспешила сойти с осла и пала пред Давидом на лице свое и поклонилась до земли. Добралась Вигея поспешно и села на осла и пять служанок сопровождали его. И пошла она за послами Давида и сделалась его женою. Второе царство 1-2 Вот на третий день приходит человек из стана Саулова, одежда на нем разодрана и прах на голове его. Придя к Давиду он пал на землю и поклонился ему. 9-6 И пришел Мемфи Восфей сын Иоаннафана сына Саулова к Давиду и пал на лице свое и поклонился и сказал Давид Мемфи Восфей и сказал тот Вот раб твой. Ну вот еще дальше идет множество мест говорящих о поклонении одних людей другим. Вот Третье царство 1-23 Сказали царю говоря Вот Нафан пророк и вошел он к царю и поклонился царю лицом до земли 1-21 И пришел Давид к корне орна взглянув и увидев Давида вышел из гумна и поклонился Давиду лицем до земли 2-й парольпоменом 2-4 17 Но по смерти Иодая пришли князья еврейские и поклонились царю тогда царь стал слушаться их Ируф 2-10 Она пала на лице своей поклонилась до земли и сказала ему Чем снискала я в глазах твоих милость что ты принимаешь меня хотя я и чужеземка Вопросы пожалуйста задавайте Вопросы прочитай Ксения Юрова Вопрос о славе Что говорить если сектанты славятся на эти слова про Ксая 42-8 Я Господь это мое имя и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканом сразу ну разве святые водники божьи есть истуканы Исайя 48-11 ради себя ради себя самого делаю это ибо какое было бы нарекание на имя мое славы моей не дам иному Игнать Тихонович слышали вопрос повтори Ксения Юрова задает вопрос о славе что говорить если сектанты ссылаются на эти слова про Ксая 42-8 я господь это мое имя и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканом и 48-я глава 11 стих ради себя ради себя самого делаю это ибо какое было бы нарекание на имя мое славы моей не дам иному ну а далее сексанты говорит вот а вы славу отдаете апостолам каким-то сам господь сказал слава моей не дам никому ну слава славе разница там же показали на том как пришел Корнилию Петр поклонение как человеку и поклонение как Богу и он там дальше говорит не дам славы моей никому идолам прямо показывает что люди прославляли идолов Венеру Астарту Асклипия Кроноса Марса и Господь говорит не отдам славу моей об этом речь идет там прямо в самом стихе говорится об этом даже приветствие у людей и то какая разница кто кому как отдает вот у японцев поклон делают я там не был но читал что если поклоняется отцу один поклон матери другой другого значения больше если это какой-то там начальник большой друг император лицом до земли это у мусульман есть такое вот почему разные слова были ваше высочество ваше сиятельство и все придумали отличие отличает по званию как есть у людей для чего это генерал майор и прочее разная слава ну конечно разная разная честь я вот смотрю когда кто-то там приветствует Гитлера и прямо вот так руку конкретному человеку он нигде не показывает а вот так вот только Гиммлер идет точно так же друг друга а если он едет весь народ приветствует тогда руку протягивает как значит вот какая слава на одного не распространяется а на всех можно высокого ранга начальник он только вот так вот показывает и вот 17 мгновений весны там показано он применяет и сюда и увидишь моей славы славы как богу отцу и сыну во веки веков это никто не скажет и мы где говорим слава прославляем делами своими это главное прославление признание вопросом он сам по себе отвечает все да все все сказать моей славы моей понятно да проси христос вот у людей то как вот орден Александра Невского никак не дали бы Гагарину другие может звезда героя а этот нет почему дается только начальствующим за особые какие там вклады в то что разработал план по захвату Кёнигсберга вот начальствующий ему слава другая ордена это прославление человека ему могут героя дать солдату а вот это не могут дать почему это командующим особая слава так у людей это мы видим но и у Бога разные ангелы ангелы архангелы херувимы серапимы звезда звезды разница во славе звезда звезды одна слава солнце другая луны Павел перечисляет тут очень даже понятно так еще вопросы попрочит я хотел сказать тогда если никого нет вот считает подряд Сергей Павлов считает стих за стихом тут никто не успевает даже обдумать и тут же забывает вот этот материал который я дал это на год хватило бы каждый стих потом отдельно когда будете читать прочитал стих сектант ли кто сказал вдумайся в него какое толкование какие есть поддерживающие другие места не противоречит ли чему-то а у нас видишь лентой просто идет и ясно дело что мы это огромный огромный материал он считает каждое место писания заметьте только пришел Матфея и сразу третья Едра что-то уже сразу Иова во-первых это по разным полюсам всей Библии эти стихи их надо найти не главы даже не книги а стих иногда там значение полстиха надо предыдущее все знать каждый стих это одно занятие может быть занять а мы за занятие это десятки прочитали и мимо проскочили я когда перепечатывал это из разных книг у меня время ушло годы вот и вот это что сейчас считаем все абсолютно все с первого дня как пошли я старался запомнить наизусть в беседах с баптистами там ты не будешь по бумажкам шариться понимаете сколько должно быть времени вы уже ознакомились теперь заучивайте считайте воображайте как чарльз спержин делал это король проповедников у баптистов назывался говори сделан на экран первого коринфянам 1541 там ответ на то что вот игнать сейчас посел насчет славы другая слышал брат Сергей я слышал слышал но что-то у меня это демонстрация экрана отключилась еще раз скажи какое первого коринфянам 15 глава 41 стих первое коринфянам 1541 иная слава солнца иная слава луны иная звезд и звезда от звезды разнится в славе поэтому иная слава божия иная слава апостолов иная слава истуканам и идолам все это иная слава и бог славы моей не отдам истуканам но если мы прославляем угодников божьих мы слава от бога не отнимаем а наоборот истуканам это ложный поэтому и господь против ложных божеств устает в этом смысле давай сергей ты уже прочитал это местописание у нас тут просто что-то прерывалось это звук так так ну тут пять минут у нас остается я думаю не стоит начинать следующую тему давайте вопросы печатайте либо задавайте теперь можно не по прочитанному любые вопросы здравствуйте у меня вопрос такой насколько актуально для слушателей именно разбор общения с сектантами по сравнению с разбором например общения с неверующими там родственниками или близкими людьми которые рядом то есть возникают какие-то вопросы у близких такого порядка который мы здесь не разбираем и зачастую я например не могу на них ответить как-то разумительно но вот есть предложение может быть как-то тоже потом после сектантов этим заняться материалом займемся обязательно я думаю эти вопросы можно задавать вот в конце занятий все равно Игнатий Тихонович сидит ждет Вы сейчас вопрос этот задайте сразу не откладывая в черный долгий ящик найти хочу на него ответить какая ситуация в семье что там зачем ждать занятий конечно мы дальше будем у нас есть тема как с различными категориями людей как разговаривать ну сейчас конкретно я ничего не вспомню но так я просто тебе выпишу тогда и задам потом ситуации и конкретно какие вопросы возникают хорошо а часто вопрос возникает вот такого характера а никто от того света не приходил и никто ничего не знает то есть нету загробной жизни вот как объяснить неверующим как неверующим объяснить если он не верит и он свое неверие доказывает тем что Гагарин в космос летал Бога не видал что ты тут мне вроде как лапшу на уши вешаешь двумя словами умрешь узнаешь хорошо оригинально спасибо спасибо Христос так ну что нет вопросов сегодня Сергей не вспомнили свой вопрос слепой который какие-то молитвы там же слово я так же помню там же фраза начинается есть ли ваши молитвы и вот это слово там наверное по старославянски на нет не вспомнил просто подумать что плохие или непокаянные просто надо разобраться так ну что вопросов нет как жену выбрать пусть Игнат Тихонович расскажет актуальный вопрос для меня ну что сказать вот вы видите как вопрос задают отвечают вам нужно которое первый раз или что-то входить в эту жизнь и сектантов много и неверующих надо надо все время держать себя в форме посмотрите вот как спортсмены трудятся если он железо поднимает он все время эту штангу мучает мучает вот которые борются дерутся все тренируются вот бывало советская власть там спортом как занимались фашистской Германии все начальники все должны были быть спортивными как-то устроила Маргарет Тэтчер своим кабинетным работникам там где в министерстве а там сколько это по площади Тропальгарской где пробежать ну метров 300 чтобы все могли бежать они может на пенсию вот так и здесь если мы не движемся вперед то мы обязательно сносимся назад это жизнь вот я вспоминаю когда мне журнал этот попал и дал его мне Ульянкин Петр Михайлович баптистский пресс-фитер в городе Пенза это подшивка журнала Ревнитель миссионерского журнала а сегодня миссионерские отделы миссионерские они могут только грубости и глупости говорить я это постарался все записать примерно 1400 страниц размер журнала как огонек большой 1400 подшивка я постарался его весь законспектировать потом копии снять 5 или 7 сейчас не помню копий я сдал арес и чтобы это не забыть в разных городах у знакомых спрятал а это что запоминал дальше еще конспектиру еще меньше записей в клеточку вырвать два листа они вместе есть вот на двух листах эти 1400 страниц чтобы распределить это очень и очень необходимо это для тебя нужно в первую очередь и когда беседуешь у тебя с тобой святые все ты знаешь вот сейчас поклонение ангелам они как вырывают один стих на этом стихе Петр сказал я тоже человек а почему сказал они не знают писания а вот здесь такое подробное разъяснение они сомневались что человек ли это как язычники легко обогатворяли человека там сказано дальше нет а где это написано ну мы считаем апостол Павел когда на остров Мелит выбросило его и он там брал хворост и хитро повисло на руке очевидно укусило и они сразу решили что грешный человек спасшегося во время бури на море Господь его поражает здесь через змею а когда он стряхнул и вреда нет они переменили мнение и сказали сразу это Бог 16 главу считаем там они его прозвали Ермием ну кто с Варнавой были Зевсом и принести жертву быка повели за город Павел разодрали одежды бросились вот примеры которые говорят язычники легко боготворят человека легко и чтобы признавать его на каждом месте хайль кричать из Сталина это язычники верующий никогда этого делать не будет он даже скажет это у него другой смысл я оказал им человеческие почести не божественные тут все связано какой стих впереди идет какой позади какое место в самом стихе какие слова надо крупно выделить это не просто так я взял почитал бросил побежал мы за обедом времени больше проводим чем за молитвой и когда ты себе это толкешь как надо а спасутся не все многие бегут на аресталище один получает награду один вот так Павел говорит я бегу не так чтобы в воздух молотить только как наверное и тогда ты будешь знать и при одном слове о тебе они как Давид говорит об этом враги трепещут в укреплениях своих на них ужас нападает это не то что я на себя беру это Господь им я как могу знать вот мне из Воронежской области из Краснодарского края пишет там яговисты свидетели яговы мы беседовать они согласились и тут же сразу и на него а ты знаком с Лапкиным он говорит да все они отказались сразу а я их никогда не видал даже из Хабаровска звонит точно та же история я говорит посмотрел они как сделали как будто их кто ударил они сразу попятились и назад почему что во мне что-то во мне ничего нету места писания как гром загремели над ними а я не сделал не сделал виноват лень обуяла вот так надо устоявшиеся стереотипы представить какие они годные на фундамент или ломать их надо вот нашелся один фермер в Америке и сказал почву не надо ковырять все пахали да ее еще и баронят не надо и книгу назвал безумие пахаря безумие зарядите увидите кто это сказал вот у нас сейчас Игорь Барабаш а рядом Женя долгов простой мужик обыкновенный ну огород большой это пол гектара пол гектара а у него 45 гектаров на другой год 450 а сейчас 6700 гектаров он все знает поехал в Бразилию опыт перенимать особую машину купил ветер выдувает плодородный слой буря а у него нет он прям по вчерашей стерне она прорезает и там семя у него ровная она идет у нас у Барабаша ну бывает там 20 сантиметров с гектара 22 а у него 47 у Жени рядом прям рядом поля совсем вот так и в любом деле другой он тарахтит там миссионерские отделы ничего нету а другой выйдет несколько слов сказал и душа обратилась я сегодня тут зарядил что-то про себя искать посмотрел против меня сколько роликов ну больше наверное 100 и там обречите лапки ну у него уже 50 наверное и все из моих роликов что-то щиплет но мне до того смешно ничем не занимаются как вот мошкара вокруг значит их слово донимает а чем это объяснить силой Духа Святого и они каждое слово мое обмусоливают и лгут они его постигнуть не могут почему потому что оно из Библии взято знаете как вот так делаешь когда ты знаешь ты на своем месте и все эти миссионерские отделы все до единого фальшь стопроцентная миссионерские отделы это два человека два первое далее они ничего не знают самое то главное миссионерские отделы это те кто ничего не знает а которые знают они свое там тарахтят а почему не знают они дают место Духу Святому они выпрашивают на молитве в посте и молитве сказать не сказать пойти не пойти у них все время сомнения почему они ждут ответа вот сегодня мне одна женщина звонит но я не отвечаю по телефону если кто звонит потому что хулиганят я не подаю голоса она видимо узнала это раз позвонила я не отвечаю она второй раз плащет или дает вид что плащет из Хабаровска я звоню помолитесь там ребенок умирает помолитесь а я только что молился пять минут с молитвы устал я не знаю она может смеется даже не успела сказать как звать ребенка сразу на молитву ту же секунду мы едим ли идем ли мы сразу все бросаем на молитву вот один из признаков того что душа твоя готова принять повеление Духа Святого это еще не миссионер но уже наклонность к этому есть молитва я делюсь опытом и когда говоришь а вы хвалитесь вот кто-то выставил стихотворение я много хотел там как-то Серапим или монах или кто тут в этом же сегодня выставили там я не вот я много хотел да мало сумел кто-то выставил же это стихотворение у меня ни одного нет стихотворения такого на 3467 стихотворения почему а я не хотел я не могу это сказать почему а хотел да не успел у меня задач нет таких моя задача быть верным Богу и в конце молитвы мы всегда говорим говори Господи слушает и дослышит раб твой она ставит какие-то задачи я хотел больше лучше молиться я никогда не ставлю это никогда и невыполнимых задач у меня нет почему а я их не ставил я одновременно имел занятия в пяти университетах 13 школ все техникуме и всегда спрашивают какая программа у вас ну они знают много программ я отвечаю программ у меня нет никакой почему я достиг этого уровня когда понял я мешаюсь Богу отвергнись себя растопщи себя все твои дипломы все это преграждает путь Духа Святому и Дух Божий носился над водой мы считаем как носился а вот так подними пальцы если кому видно я показываю это все мешает согни а тут свое я учился в семинаре учился в академии я доктор богословия и Духу Божию это нет места пройти он должен между этим быть он носился над водой пойди в это это доктор Бетекс пишет об этом я своего-то мало имею как это сделать и ты увидишь другое живет человек вот у нас на пенсии знакомый в Потеряевке на пенсии хорошая пенсия и все таится даже жена не знает сколько у него пенсия это что тоже молится я говорю а как ты об этом делаешь что со связью да что там со связью не слышу я Игнать Тихонович я тоже не слышу так видимо Игнать Тихонович наверное выкинуло Сергей Павлович а вопрос какой Игнать Тихонович как выбрать жену по-моему да он его не расслышал скорее всего ну я так и поняла что не расслышал Валентина ну вы ответьте на этот вопрос у вас опыт жизненный большой она себе жен не выбирала ну в смысле не выбирала с какой-то точки зрения со своей женщина будет отвечать на мужчина чтобы отвечал у которого опыт в выборе жен не ну я имею ввиду пока ну ладно все а ты читай правильно брат невозможно слушать ошибки допускаешь насчет этого что ты там мне записал у каждого есть возможность поправить если что мы обговорили каждый может ошибаться читать невозможно поправляй сразу раз слушать в чем молчишь договаривались конечно как бы я писал там в чат в чат писал что договаривались сразу микрофон на месте расстрел неудобно как я тебя буду переживать за чат я человек я же тоже человек читали сегодня в любом случае следим за текстом я вот например слежу я вижу да я неправильно прочитал но я текст сам читаю никаких проблем в принципе так ну что у нас Игнать Тихонча нету с нами выходит у него же второй раз как ощущается звук Сергей ответь на вопрос про жену давай ну вот Наталья же написала ответ выпишет первое наперво чтобы была верующая это понятно даже писание говорит второй даже если брак вдова захочет замуж только в господи вот дальше чтобы имела рождение свыше то есть не всякая верующая рожденная свыше чем отличается верующая от рожденных это вера бывает вера бесовская бывает сегодня у меня один одноклассник говорит магическая обрядовая вера мне надо как слепому ну была вернее такая пока он на канал не попал во свете Библии то есть ему надо было по храмам говорит он как слепой говорит по иконам все надо ему потрогать все это надо поклониться все надо ну такая была вера ну еще Игнать Тихонович говорит бабушки на веру то есть в храм ходят а Христа не знают вот поэтому и добавляет Наталья рожденная свыше что значит рожденная свыше рожденная от Духа Святого от Бога в крещении мы кресимся во имя Отца и Сына и Святого Духа бывает человек крестится не знает ни Отца ни Сына ни Духа Святого не знает крещеный верующий все в какого Бога верит непонятно спроси вот дальше в целомудрии чтобы девственница была ну сейчас как такую не найдешь ну не бери если она в неверии это как бы делала то ну я не знаю сестры говорят если вот мужчина может остановиться женщина очень очень сложный процесс если блудной жизнью жила маленькая очень вероятность то есть есть вероятность что она будет после брака это делать изменять а зачем так лучше никакой вот ну опять же это не не строго бывает и кается и встают на путь истинной женщины вот ну одна мне сестра говорила лучше лучше не рисковать так скажем в детстве нет свою взял то а там есть такой риск вот она обязательно ознакомиться с матерью вот и с отцом еще важнее то дочь очень похожа на мать вот посмотришь на мать если мать не вот но тут как бы другая сторона вопрос то есть человек неверующий и даже неверующий матерью воспитывался но потом вдруг уверовал обратился совершенно новый человек совершенно другой поэтому то что я выше сказал конечно это может уже не сработать вот именно но но все-таки вот эти вредные привычки конечно они остаются и склонность к греху она выше у невоспитанного человека чем воспитанного приличной матерью в приличной семье желательно конечно чтобы она была из верующей семьи это все желательно 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 но где ж такую то найдешь вопрос нигде такую не найдешь даже в библии есть такие слова что-то из тысячи женщин я искал не нашел ни одну дословно не помню мужчину одного только нашел вот то есть тут непонятно наталья написала что рожденный свыше служит христу ложа ваша об этом она сказала попрекает что Сергей в книге же пророка Исаия написано ложа ваша да будет непорочна то есть целомудрии рожденные свыше это первое а второе то что вот ты говоришь что допустим есть пока уверовали да покаялись и она выходит замуж да и все равно муж ей будет выкарывать глаза всю жизнь вот и такая это такая была то есть это это не пойдет либо целомудрии либо не целомудрии да он то не жену он себе ищет жену то есть он себе если возьмет недействительство то есть он он то уже верующий он и он все равно будет ее попрекать даже верующий но он уже знал что он взял такую он осознанно идет на этого он сам может быть уже не а если она впадет в грех и не будет ему верной ну тогда и будет попрекать а к прошлому то что попрекать очень многих христиане вели блудую жизнь и сейчас у них семьи и и может быть в прошлом я считаю что попрекать ну Игнатий Кихнов всегда на этот вопрос отвечает так чтобы имела рождение ну да ну да понятно а чё эти вот султаны но султан и кто мальчик они не приехали так вам да на собрание нет не приехали и приехали разговор был по skype я смотрел так доброжил и на все но и собирались они правда не помню когда может быть следующее воскресенье нет в это в это воскресенье обещали я уже дала на собрании да не было так ну бегать тихонича нет вопросов нету демонстрации так демонстрация экрана у меня появилась вот если вопросов нет давайте тогда продолжим вернее начнем следующую тему как считаете давайте на 10 минут еще есть следующая тема о святом миропомазании миропомазание есть такое совершаемое после святого крещения таинства в котором при помазании с молитвою освященным от епископа миром частей тела крещенного с произнесением слов печать дара духа святого подается ему благодать святого духа для укрепления и возрастания его духовных сил с помощью которых он достиг бы вечной жизни в ветхом завете миропомазание совершалось над царями и священниками как избранными и богу посвященными людям для высокого и трудного их служения книга исход 30 глава с 23 по 33 стихи возьми себе самых лучших благовонных веществ смирны самоточной 500 сиклей корицы благовонные половину против того 250 тростника благовонного 250 кассии 50 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гимн и сделай из сего мира для священного помазания или помазания масть составную искусством составляющего масти это будет миром мира для священного помазания и помажь им скинюю собрание и ковчег откровения и стол и все принадлежности его и светильник и все принадлежности его и жертвенник курения и жертвенник всесожжения и все принадлежности его и умывальник и под ножи его и освети их и будет святыня великая все прикасающиеся к ним все прикасающиеся к ним осветиться помаши арона сынов его и посвяти их чтобы они были священниками мне и и сынам израилевым скажи это будет у меня мира священного помазания в роды ваши тела прочих людей не должно помазывать им и по составу его не делайте подобного ему она святыня святынею должно быть для вас кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего тот истребится из народа своего первая книга царств 16 13 и взял самуил урок селеем и помазал его среди братьев его и почевал дух господин на давиде с того дня и после самуил же встал и отошел в раму третье царство 139 и взял садок первосвященник рог селеем и скини и помазал соломона и затрубили трубою и весь народ восклицал доживет царь соломон девятнадцатая глава шестнадцатый стих а и и иуя сына на мессии на помажь в царя над израилем или сея же сына сафатова из овел михолы помажь пророка вместо себя 1 петра 2 9 но вы род избраны царственное священство народ святой люди взятые в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет крови не 16 и заделавшим у нас царями и священниками богу и отцу своему слава и держава во веки веков аминь откровение 5 10 и соделал нас царями и священниками богу нашему и мы будем царствовать на земле как рыба без воды а животное без воздуха жить не могут так и человек не может духовно возрастать и совершать свое спасение без помощи даров святого духа евангелие то она 15 5 я есть млада а вы ветви кто пребывает во мне и я в нем тот приносит много плода ибо без меня не можете делать ничего 2 корифянам 1 глава 21 по 22 стих утверждающий же нас с вами во христе и помазавший нас есть бог который и запечатлел нас и дал залог духа сердца наши первоначально сами святые апостолы не заводили накрещаемых благодать святого духа через возложение рук я не 8 14 по 17 стихи находившиеся в русалиме апостолы услышав что самаряне приняли слово божия послали к ним петра и она который придя помолились они чтобы они приняли духа святого ибо он не сходил еще ни на одного из них а только были они крещены во имя господа иисуса тогда возложили руки на них и они приняли духа святого 19 глава 6 стих и когда павел возложил на них руки не шел на них дух святый и они стали говорить иными языками и пророчествовать но когда число вера ваших увеличилась настолько что апостолы не могли сами лично везде возлагать руки на многочисленных крещающихся то они заменили возложение рук мира помазанием 1 иоанна 2 глава 20 и 27 стихи впрочем вы имеете помазание или помазание от святого и знаете все впрочем помазание которое вы получили от него вас пребывает и вы не имеете нужды чтобы кто учила но как самое сие помазание учит вас всему и она истинно и не ложно то чему она научила вас в том пребывайте второе коринфянам 1 глава 21 по 22 стихи утверждающий же нас с вами во христе и помазавший нас есть бог который запечатлел на и дал залог духа в сердца наши поручив его совершать епископом и пересветерам церкви которые совершают его до ныне над всеми крещаемыми то есть это таинство она отдельно от крещения идет до если смотри если меня поп нерадивый ну к примеру да он меня помазал и крестил в кавычках ну то есть имитацию произвел крещение там облил или еще что-то из помазание она действительно а крещение нет правильно я понимаю да да то есть вот они как бы против чего лютуют то вот если ты был обливанцем да но батюшка наш когда второй раз как бы крестит мы говорим что первого крещения не было но мы всегда говорим что помазание было и она была действительно то есть второй раз батюшка уже миром не мажет если тебя в детстве мазали то есть но не не погружали то второй раз мира помазание не совершается да это два разных таинства но они происходят как бы в одно время то есть человека сразу крестит сразу мамажут мира если тебя помни ради вы правильно не по не погрузил но помазал вот то тогда надо довершить это таинство именно в первой части правильно погрузить прошу прощения миропомазывание мы через него обретаем святого духа правильно и она является уже является таинством правильно я понимаю правильно ты сергей некорректно сказал мы не довершая еще раз священник не довершает то есть это два отдельных таинства просто они сейчас настоящее время соединены в одно время ну совершается крещение миропомазание это два разных таинства таинстве миропомазание дается дух святой благодать святого правильное понимая сергей да мы сейчас так и читали но в крещении получается что не дается в крещении прежде всего что там прощаются грехи омываются грехи и первородные все 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 так же написано в слое божьем крещение спасает в каком смысле она спасает но только при условии что было миропомазание миропомазание не было значит оно не спасает нет нет и так нет так в крещении духа святого получаем же как же нет через миропомазание духа святого получаем в крещении прощаются грехи мы примиряемся с богом вот и рождаемся свыше кто этого духа сохранит тот и рожден ну одним словом тут конечно Игнат Тихонович нужен вот как раз он подоспел Игнат Тихонович вопрос о миропомазании у Виталия повтори Игнат Тихонович Игнат Тихонович Вы нас слышите? Да конечно Вопрос такой вот если такая ситуация сейчас происходит часто меня облили ну то есть имитация крещения произошла просто облили но одновременно миропомазали то есть это два разных таинства и я миропомазанный то есть благодать святого духа мне дали но не крестили верно я понял все? Понял верно поэтому когда полное крещение делают помазание у нас никогда не делают но вопрос в том что Духа Святого приобрели уже или через миропомазание дальше мы не говорим приобрели или нет два таинства опрощенные грехи или нет это невидимая сторона мы говорим о видимой а видимая так что миропомазание остается меня крестили полное полное погружение еще и миропомазали потом так и должно быть мы говорим которые приходят и не знают я говорю знаю это как облит или нет это миропомазание было оно не повторяется раз оно было Рахиль а у тебя миропомазание в детстве было? миропомазание ударение на помазание Сергей пожалуйста как правильно миропомазание или миропомазание помазание правильно говорить ну всегда говорили миропомазание не знаю ты в словах загляни корень мазь мазь корень мазь как она может на другое это ударение ну это два слова мира и помазать. Как правильно? Помазать или помазать? Помазать. Проверочное слово. Проверочное слово, в ударении оно не делается, проверочное слово. Это какую букву надо написать? Тогда проверочное слово. В ударении, мне кажется, нет проверочных слов. Не помню я такого правила в русском языке. Игнать Тихонович, вопрос еще. Тут не понимаю. Еще раз. В крещении, в таинстве мы примиряемся с Богом. Нам прощаются все грехи. И первородные Адамов, и все-все-все. А миропомазание пропадает благодать Святого Духа. Я правильно понимаю? Правильно. Хотел поделиться. Я тут расследование произвел по поводу укрещения, собственно. Братя, простите, вот сейчас тут еще по вопросу. Это роман с роликом, который сейчас по текущей. Можно? Конечно, перебил уже, что что? Извините, что перебил просто по текущему вопросу. У вас тоже по текущему или какой-то другой? Если ты по этому же, то тогда извиняюсь, я оттуда замолчу. Я не знаю, с кем разговариваю. Я представился. Ну, не томи, Роман, давай уже задавай, потом тот парень задаст. Ага. Игнат Тихонович, вопрос-то еще интересный получился, что если, допустим, не было миропомазания, а было только крещение, то есть погружение, в этом случае Дух Святой дается или нет? Потому что сказано, что во спасение, то есть спасение дается, значит, Дух Святой или как? Понимаешь, Роман, вот тогда люди приходят вот так, а в церкви их повенчали, они венчались. Причащался, а теперь к крещению готовятся, все перепутано. А как теперь? А я причащался тогда. Ну, причащался и причащался, что тебе допытывается-то? Речь идет о крещении. Крещения не было, погружения не было. Обратно ты не вернешь ничего, это польза тебе есть. А меня там помазали, там помазание было, а остальная невидимая сторона. Не вторгайся туда. Мы говорим о таинстве. А внутренно там, человек крестился, а простились грехи или не престились? То есть заложено туда это. А было или не было, у всех или нет, все решает Господь. А там веры никакой нет, приходят. И с полным погружением он такой же мокрый грешник, а был, говорит, сухой. Туда не надо заходить дальше. Вот начинает говорить так, а вы как признаете? Только полное погружение? Да, но вот у вас, который крестил, он и кто, митрополита, и кто, священник, а он сам-то крещеный или нет? Но он крещеный. А его, который крестил, рукополагал, тот крещеный был или мазаный-то? Поэтому здесь рассуждение нельзя идти. Уже на втором колене мы спотыкаемся. И в этом вопросе церковь поставила, как Бог сделает? Дальше не рассуждает. Он погрузил тебя в полное погружение. Все, тебе только этот момент. А он не отлученный, там, не еретик, нет. Но вопросов нету. Никакого компромисса тут нету. Просто так принято. Не надо даже вопрос задавать, а получил он или не получил. Ну, венчаются, говорят, браки на небе. Так на небе или на земле? Это выдумали люди. Другого венчания нету. Вот сейчас показывает пять мужей этой Пугачевой. И она пошла без этих, безмазанная. И стоит такая старушонка около церкви. Это интересно, как сразу преобразилась. Платочек, как попало, постриженная. Ну, такая простенькая, из деревни какая-то бабушка приехала в храм. И она решила, говорит, лучше, пока я не умерла, покажу себя, какая я и есть. А теперь кто там выступает? Галкина или кто? Говорит, вот она какая красивая. Это без этой дьявольской краски. Дьявольской назвал. Интересно, как они... Ее пять мужей показывают. Сколько раз венчалась. Священник говорит, этого нельзя. Но священник не напирает. Признает, видимо, это ее венчание. Указание новое-то. Почему? Видать, это указание от выше. Она добилась там. Деньги все делают. Я не знаю, ну, примерно говорю. Священник говорит правильно, что неправильно, что второй раз венчают. Но дальше не лезет. Видимо, там он тот, который его сразу голову ему срубит. Ну, я должен вывод-то делать. Он говорит и так в полголоса шепотом доглядывается. А говорит правильно. Венчания было, не было. Венчания не было. Венок даже не надевает. Он идет свинцом, а так над ней держит. Головы не касается. Венчания не было. Никакого. Бракосочетание было. Брак совершенный. Священник все высчитал. А если у нее там были где-то другие, там не разошлась. Ну, обман. Обман. А вот, Игорь Сергеевич, по слову Божьему, вот как получается? То есть, во спасение, крещение. То есть, Дух Святой как бы формально должен даваться. Но там дается, не дается, мы не знаем. Так что ли? Как? По правилу совершаю, там будет. Мы молимся здесь. А дальше-то как? Так говорится. А кто это видел? Никто не видел. Брал хлеб. Превратилось в тело. А доказательства какие? Да никаких. Брал вино. У сектанта вином остается. У нас превращается в кровь Христовую. Где оно? При произнесении каких слов, наконец, сказали? Ну, а ты видел это? В данном случае было ли это? Мы по вере принимаем. Да, было. А если это еретик был? Ну, грех ему на это. Вот не надо дальше проникать, а то что сокрытое от нас. Давайте, пожалуйста, вопрос свой. Да уже 42 минуты. Э, давай. Отпускай, народ Божий. Евгений Тихонович, а вот это миропомазание, ну, каждую субботу вечернюю или перед праздниками, это что же, ну, если по застойной дается Штатой Дух, да, приступает? Получается, получается, что же так. Или с чем-то она отличается. Тот миропомазание и вот это, что каждую субботу вечернюю. А, брат, извини, пожалуйста, уже Игнатих встал, ты просто видишь, не видишь. Все уже сейчас молитва будет. Ага, ну все, все, прости. Там рубаха более синяя, более красивая, чем здесь даже. Помолюсь. Достойная сякала истину, ложитесь обогариваться. Связь прервалась, возникла проблема с сетью. Прервалась? Ну, вон написано, вон. Да нет, у вас ненадолго, сейчас опять восстановилось. Все. Вы меня слышите? Опять у них прорывается. Смотри, что. Ну, мы слышим. Ну, все, молимся. Достойная сякала истину, блажите Тя Богородицу, пресновлаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ерафием, без истления Бога Слова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Игнат Тихонович, вы с нами, нет? Нет, выбило их, наверное. Не слышим вас. Благодарим Тебя, Господи, за это занятие. Слава Тебе. Распусти нас с миром. Хвала Тебе, чести и поклонений, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.